27 сентября пятница 9 часов 12 минут и 18 секунд сигналы точного московского времени Павел Сурков и Татьяна Голованова этим утром вместе с вами Доброе утро дорогие друзья 8925-222-999-2 Это номер нашего эфирного мессенджера и телеграм-канал наш Радио России Подписывайтесь, читайте, комментируйте, ну а мы рады каждому вашему сообщению Ну и поговорим о том, как мы с вами оплачиваем наши покупки Дело в чем, Центробанк предлагает закрепить в законе оплату через унифицированный QR-код Причем сделать это до того, как начнет работать цифровой рубль Потому что унифицированный QR-код разных банков на кассе Он позволит правильно работать в инфраструктуре, быстрее проходить платежам и многое другое Но, тем не менее, с Центробанком согласны далеко не все И вот три крупнейших банка объединили усилия, чтобы создать свой QR-код Да, и более того, вот глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал идею О создании единого QR-кода Он предложил Центробанку альтернативный вариант создать единый QR-код Не только на базе системы быстрых платежей, но и на базе собственных решений банковских В том числе решений, соответственно, Сбера для того, чтобы сохранить конкуренцию на платежном рынке Вот, с одной стороны, ну, понятно решение отдельных банков, да, они хотят... Тем более крупные банки Сбер, Альфа и Т-банк, и они предлагают другим банкам объединить усилия Да, но у этих банков, как мы понимаем, есть своя сильная не просто инфраструктурная составляющая Но и экосистемная составляющая, потому что они предлагают целый набор разных услуг Причем не только банковских И, соответственно, объединяют свои цифровые разработки вот в длинную-длинную такую цепочку сервисов Ну, свою архитектуру пытается создать и другая платежная система, НСПК И она тоже совместно тестирует свой универсальный QR-код Как это изменит вообще наше представление о платежах? Насколько это будет удобный, вот этот унифицированный QR-код на оплате, на кассе, например, для оплаты? Как это будет вообще работать и насколько это безопасно? Давайте поговорим с нашими экспертами С нами на связи Григорий Нашотович Тасунян, президент Ассоциации Российских Банков И специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев Здравствуйте, Григорий Нашотович, здравствуйте, Сергей Здравствуйте, здравствуйте Григорий Нашотович, наверное, к вам первый вопрос Как вы расцениваете, вот глядя из именно фокуса банковской деятельности Инициативу Центробанка по введению и законодательному закреплению этого единого QR-кода для всех банков Или все-таки, как вы думаете, вот это лоббирование со стороны крупных банков Может эту идею несколько затормозить? Значит, я начну с того, коллеги, что всегда, когда речь идет о конкуренции Я сторонник конкуренции И здесь очевидно, что Центральный банк, конечно, огромный рывок осуществил в платежной системе в лице НСПК И это здорово, это надо отдать этому должное Но вместе с тем нельзя допускать, чтобы, опять же, в лице государственного ведомства Или в подотчетных ему напрямую им созданных структур Была бы монополия, в том числе и когда речь идет о QR-коде А давайте попробуем разобраться, Григорий Нашотович, давайте сначала разберемся Да, скажу, потому что давайте все-таки я мысль доведу до конца Потому что крупнейшие банки тоже очень любят вдвоем, втроем монополизировать рынок Но в данном случае речь идет о том, что они предлагают консорциум, как я понял, из 18 банков Это уже не монополия трех банков И с другой стороны, как альтернатива, соответственно, Центрально-банковскому проекту Я думаю, что нужно, чтобы был бы и тот, и другой вариант решения проблемы с платежами Хорошо, а для чего это нужно? Давайте попробуем разобраться Вот этот QR-код единый, так сказать Это удобство Это удобство Вот совсем единый Нет, удобство платежи через QR-код Конечно, это удобство для потребителя Это вопрос, в том числе, и я надеюсь, при конкуренции Снижение стоимости вот этих комиссий за платежи И в этом смысле движение все равно в эту сторону идет Потому что технологии предлагают новые решения И очень здорово, что и Центральный банк, и банки, в том числе ведущие, движутся по этой траектории Но важно здесь не использовать вот эти движения для монополизации рынка под себя И когда здесь выступает группа банков Ну, конечно, в первую очередь лидеры банка Но они, по крайней мере, доросли до того, чтобы говорить о консорциуме А не только о том, что они или втроем с кем-то будут этот рынок под себя подминать Они говорят, давайте консорциум из 18, если кто-то еще присоединится Это будет 20 или 25, но это всегда нормальная, хорошая альтернатива Чем когда Центральный банк говорит, никого здесь быть не должно, я один буду делать НСПК, например, сегодня осуществляет систему быстрых платежей бесплатно Но когда монополизируется этот рынок, то я абсолютно уверен, что завтра скажут А теперь вот тарифы на Киев Вы знаете, все госмонополии у нас Потом устанавливают тарифы, которые главным источником инфляции оказываются И здесь произойдет то же самое Нельзя никому, тем более почему государство вмешивается в коммерческую деятельность Пытаясь ее абсолютно под себя подмять и монополизировать Ну, государство тоже есть цели Смотрите, хотелось бы понять Я, когда презентацию увидела, я поняла схему так Человек заходит в магазин, ну что-то покупает Сможет сканировать QR-код, который перебрасывает его на страницу оплаты Ну, предполагаются разные сервисы Там покупатель выбирает способ платежа Pay-сервис, систему быстрых платежей, к которой мы привыкли Или, например, в будущем появится цифровой рубль И далее он оплачивает И транзакции при этом будут проходить через расчетный банк Тем не менее, а это разве не усложняет? И сделает ли это покупки наши безопаснее? Сергей, как вы считаете, вот единый QR-код, даже если он от консорциума крупнейших банков Насколько он безопасен для оплаты на кассе? Здесь я в первую очередь хотел бы сказать, что вся эта история Она прежде всего для упрощения транзакций и сокращения времени нахождения человека у кассы Потому что оплата по QR-коду, она всегда имеет несколько этапов Первое, это когда вы можете зайти в свой любимый банк Нажать на кнопку «Оплатить по QR-коду» и навести на QR-код И в некоторых случаях, если подключены определенные системы, у вас оплата пройдет А в других случаях вам придется зайти в приложение «Камеру», отсканировать этот QR-код Выбрать платежную систему, иногда одну из трех, одну из пяти После этого увидеть окошко дополнительное и после этого нажать «Оплатить» И, соответственно, если у человека в магазине плохо ловят интернет Чтобы сделать там энное количество действий, это определенное время Потом, вот коллега сказал про комиссию, но комиссия в магазинах не берется, когда мы оплачиваем по QR-коду Комиссию платит непосредственно сам магазин Вот, поэтому здесь с точки зрения комиссии для конечного пользователя А мы все-таки сегодня про них говорим Ну, по сути, ничего не меняется Касательно безопасности Когда появлялись QR-коды, когда все начинались вот эти санкции Безопасность там действительно страдала Потому что использовали поддельные наклейки там И бывали случаи, когда не было дополнительного окошка верификации Где был написан какой это магазин, за что вы оплачиваете и тому подобное Соответственно, если это там даже было в неизвестных магазинах, человек мог ошибиться Сейчас же в целом все банки ввели такую систему, что вы, когда оплачиваете то или иной товар Вы всегда видите, во-первых, ту сумму, которую вам назвал кассир Вот, и вы видите название магазина, и за что вы оплачиваете Поэтому с точки зрения каких-то других платежей мошеннических В этом плане, конечно, банки провели большую работу С точки зрения каких-то персональных данных Я не вижу здесь каких-то особых угроз Потому что здесь все-таки история всегда по безопасности будет на стороне банка У нас банки, если сравнивать в большинстве своем То обесвечивают достаточно хорошую защиту проведения платежей Поэтому в целом, как для конечного пользователя Для наших зрителей Я, безусловно, за эту идею Если сократится время транзакции на одного пользователя И для конечного человека это будет просто быстрее То в целом, без разницы, как это будет реализовано Быстрее для всех нас, в том числе Быстрее для всех нас, да А там государство вмешивается, не государство Но прежде всего, я как человек, представляющий конечного пользователя Который оплачивает ежедневно по QR-коду Мне главное, чтобы это было быстро и безопасно На текущий момент времени в целом это реализованность Сейчас это хотят сделать еще быстрее Почему нет? Пожалуйста И надежно еще, что самое важное Они сейчас все используют протоколы шифрования Поэтому речь там про перехваты и про прочее То есть там везде используются необходимые и требуемые системы защиты Одну секунду А я вообще о перехватах и об этих рисках не говорил Я хочу сделать замечание Коллега сказал по поводу того, что платят магазины, а не потребители Это вообще такое общее заблуждение Кто бы ни платил, в конечном итоге Это ложится в цену и отражается на потребителях Поэтому давайте без иллюзий Если какая-то комиссия существует или может появиться То она ляжет на конечного потребителя Речь все-таки о том, если вы покупаете бутылку воды за 40 рублей То у вас на кассе она 40 рублей и будет Да, но потому она и 40 рублей, а не 39 Что в комиссии уже в ней учтена И второй вопрос Я, конечно, сторонник именно такого упрощения Ускорения платежей Но на альтернативной основе, опять же Чтобы были бы не единый и в обязательном порядке только он работающий А на конкурентной основе единый QR-код Только имеющий в том числе и под патронажем центрального банка Или под патронажем более широкого круга банков И в этом смысле, конечно, вопрос все равно остается Такого рода проекции на стартапе, конечно, регулятором могут реализовываться Но в конечном итоге регулятор не должен регулировать рынок А не сам становиться участником рынка А потом уже диктовать свои условия Вот, Григорий Наршотович, именно про это я хотел вас спросить Потому что может сложиться такая иллюзия Что если поступило вот такое заявление от центрального банка Что про единый QR-код То многими, вот просто обычными рядовыми людьми Которые читают об этом Это может быть воспринято как стопроцентное решение Что значит, у нас будет вот такая система В которой будет единый QR-код Что там тогда СБП И будем так и платить во всех торговых точках Но вот вы говорите о том, что такой еще диалог и доработка возможны Правильно ли я понимаю, что может быть еще консультации с банковским сообществом И отработка разных технических и технологических механизмов? Да, я надеюсь Я надеюсь, что центральный банк, который многие годы уже после 17-го Съезда АРБ Который в 17-м году, извиняюсь Съезда АРБ Который о конкуренции поставил вопрос Центральный банк после этого начал очень часто говорить о защите конкуренции О том, как это значимо для рынка Но в данном случае я думаю, что он учтет Что лучше, чтобы были бы конкурирующие варианты решений Этого единого QR-кода Причем и работать они могут тоже в параллельном режиме А никоим образом не монополизируясь одной группой банков или центральным банком Сергей, хотелось бы у вас как у технического специалиста спросить У нас сейчас есть МИРПС, БИРПС, ПБ, QR-коды и многое другое Но есть же еще платежи по улыбке, по глазам, то есть биометрия так называемая Так может нам надо объединяться и развивать такие сервисы? Может QR это уже вчерашний день? Все, что касается оплаты по биометрии Я здесь всегда был достаточно ярым противником Потому что количество нейросетей, которые сейчас есть И те возможности, которые они предоставляют Как замена голоса, как создание вашего лица и полностью вас в ролике Оно, конечно, может создавать достаточно критические ситуации для конечного пользователя И вести за собой ряд, скажем так, необратимых последствий Где в конечном итоге пользователь потеряет деньги Даже с верификацией Потому что проводили уже эксперимент в одном из банков Где есть авторизация по лицу Там как бы банк распознал ИИ как настоящее лицо Вот этот ролик, он выложен И, соответственно, вот в этой истории я всегда был, остаюсь И буду оставаться ярым противником То есть здесь главное в бегстве за простотой и удобством Все-таки не уйти в какую-то крайность Потому что на текущий момент против нейросетей И против их возможностей Ну, нет, к сожалению, у банков решений Вот И в целом этим пользуются мошенники Я вот, кстати, в этом месте включается какой-то мой внутренний параноик И когда я тоже думаю о том Что вдруг мои биометрические данные Могут оказаться доступными каким-то правонарушителям Я поэтому как-то с недоверием пока отношусь У нас сейчас просто это не так сильно интегрировано И из-за этого еще не носит такой массовый характер То есть пока что просто это некое тестирование систем И у нас тут никто не оплачивает Да, я тоже согласен Это серьезный риск Это серьезный риск Поэтому здесь торопиться не надо Действительно в этом направлении достаточно продвинулись В технологическом плане Но мошенники продвинулись не меньше Поэтому здесь я с коллегой абсолютно согласен И с вами тоже Что здесь лучше не торопиться Все-таки QR-код немножечко другое Здесь подделка Ну, тут уже риски другого масштаба Так что пока будем говорить о QR-коде А не об улыбках и глазах В итоге, если подводить какой-то итог Все-таки эта инициатива Мне кажется, если ее рассматривать с точки зрения пользователя И она действительно уменьшит время хождения на кассе И удобство платежа То в целом для конечного пользователя Не имеет значения, как это реализовано Главный результат И все-таки, если мы говорим про оплату Про то, что везде заблокировали Мы пытаемся создать свой сервис Главное, чтобы просто пользователю было удобно, безопасно и просто И это является приоритетной задачей Я извиняюсь Я извиняюсь, но чтобы пользователь действительно с улыбкой Осуществлял платежи Всегда нужна конкуренция В этом смысле улыбка будет чаще А у нас лучшие банковские сервисы Которые в целом и без конкуренции Это реализуют у нас по факту Мы, кстати, здесь едины вместе с вами У нас действительно прекрасные сервисы Прекрасные банковские сервисы И вообще отрадно слышать о том, что и банки готовы работать вместе с регулятором В такой консолидации над новыми решениями Спасибо большое С нами были Горигин Тасуниан Президент Ассоциации российских банков И Сергей Трухачев Специалист по технической и информационной безопасности Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому